Всем привет дорогие друзья, на связи Alex Pro и я продолжаю освещать различные темы об инвестициях и развитии личности. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о мотивации, друзья. Одни люди считают, что только наличие мотивации может привести их к успеху. Другие считают, что не получают результаты, потому что этой мотивации им не хватает. Третьи вообще не верят в данное явление и считают его бессмысленным. Сейчас мы с вами несколько проясним этот вопрос. Но прежде я хотел бы вам рассказать о том, как прошла моя предыдущая неделя. Я думаю, вам это должно быть и будет интересно. Всю неделю, все будние дни мы провели в походе с палатками на чудесном водохранилище. Мы в очень хорошей компании родных и близких. Всем все очень понравилось. Погода стоит замечательная. Жара, вода горячая. Просто супер. Ну а завершение уикенда прошло на глобальном музыкальном фестивале Adventure The Music. Который проходил на Бадаевском пивоваренном заводе, прямо в центре Москвы, с видом на Москва-Сити, на Сталинской высотке. В общем, было замечательно. И это ли не является мотивацией к тому, чтобы зарабатывать, иметь пассивный доход, активный доход? Но все же перейдем в дело. Давайте. Во-первых, стоит сказать, что наибольшее... Что наиболее правильное значение слова «мотивация» — это посыл действий. То есть мотивация — это некий импульс, способный сподвигнуть вас на какой-либо шаг. Мотивация бывает внешняя и внутренняя. Внешняя мотивация исходит из нашего окружения и социума, в котором мы с вами находимся. Каждый из вас находится в том или ином социуме. Это родные, близкие, семья, окружение, по работе и так далее. Если вокруг нас больше людей ездят на некачественных, дорогих машинах и едят довольно вкусную пищу, то мы волей-неволей будем стремиться поддерживать планку своего окружения. И человеческая сущность именно такова, что мы не хотим и никогда не опустимся ниже наших кругов общения, окружения. Человеческая сущность состоит именно в этом. Мы не хотим быть хуже других. И здесь важно не путать это с конформизмом. А конформизм это слепое движение за толпой. Неосмысленное и лишенное всякого анализа, всякого смысла. Конформизм это удел слабых личностей, не желающих принимать самостоятельное решение. Если вы купили себе в кредит последний айфон, там 6s, там или скоро седьмой выйдет, там и так далее. Это чистый конформизм. Данный шаг не подкреплен логикой и здравым смыслом. У кого из вас есть богатые люди в окружении, бизнесмены, предприниматели и так далее, можете у них спросить, посмотреть. Они никогда не будут хвастаться и скорее всего даже не имеют последний айфон, потому что им это тупо не надо. Они пользуются самыми обычными телефонами, которые даже не имеют выхода в интернет, не говоря уже о фейсбуках, инстаграмах и так далее. Данный шаг не подкреплен никакой логикой и смыслом именно покупки последнего гаджета в кредит. Просто так делает большинство и поэтому толпа вас не осудит, потому что так же делает абсолютное большинство людей. Более 90% данного гаджета. А если вы заработали на Mercedes S-класса, на Porsche Cayenne и так далее, потому что большинство вашего окружения состоятельные люди, которые стремятся к развитию, то вряд ли вам кто-то скажет, что вы следуете за толпой. И смысл не в ценовой политике данного приобретения, а именно в качестве данного поступка. Сделать что-то, чтобы казаться лучше, или сделать нечто, чтобы стать лучше, это совершенно разные вещи. Я думаю, вы это понимаете. Внутренние мотивации исходят из наших собственных целей, из наших ценностей. У каждого амбициозного индивида есть свое «зачем», ради которого он совершает те или иные действия. Кто-то покупает автомобиль, потому что ему важно быть в комфорте, в безопасности. Кто-то, потому что ему просто важно безопасное передвижение по городу или по стране. Ваша внутренняя мотивация может быть совершенно различной, а результаты схожими с вашим окружением. Помните об этом, друзья. Поэтому я настоятельно рекомендую вам определиться, что для вас действительно важно в жизни. Что для вас является сильным мотиватором. Для чего вы все это делаете? Потому что если вы действительно знаете зачем, то вам не составит никакого труда увеличить свои финансовые показатели в любом деле. И тем более в таком безграничном деле, как интернет-инвестиции, интернет-бизнес и так далее. Вот я думаю, у товарища Королева, памятники которого вы можете наблюдать сзади меня, была наисильнейшая мотивация. И вот результат его мотивации, вы можете видеть сзади меня, павильон космоса на ВВЦ в Москве. Это была мотивация человека сделать что-то уникальное, то, что не делал никогда и никто другой. И чтобы, во-первых, его страна, в то время это было СССР, стала первой в космосе и стала лучшей. Вот примеры лучшей мотивации, друзья. Так что определяйтесь, что хотите вы, для чего живете, для чего вы работаете, чего вы хотите именно достигнуть. Давайте всем успехов, больших побед, больших профитов. С вами на связи был AlexPro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, побед и позитива. Пока! Субтитры подогнал «Симон»